Добрый день, дамы и господа. Добро пожаловать на наш вебинар, посвященный пищевым добавкам для лошадей. И очень рада, опять же, представить наших спикеров сегодня. Лиз, будете выступать первой, пожалуйста. Спасибо. Большое спасибо за то, что пригласили нас на сегодняшнее мероприятие. Очень приятно, очень здорово узнать больше о вашем рынке и поделиться с вами какой-то информацией, также поделиться с вами о том, какое у нас видение. Я буду говорить о том, что связано с пищевыми какими-то моментами, выбор правильного корма для лошадей. Я директор по питанию в компании Bayless. У меня опыт более чем 30 лет. И я работаю как с частными лицами, которые занимаются конноспортом для удовольствия, также со спортсменами. И стараюсь подбирать для них оптимальный режим питания. И мы развиваем все время, разрабатываем новые продукты. Как мне переключать слайды? Могу ли я это делать? Катя, может быть, вы будете мои слайды переключать? Спасибо. Вообще, я думаю, что я сама должна как-то иметь возможность переключать. Ну ладно, посмотрим. Прежде всего, когда мы говорим о питании спортивных лошадей, очень важно понимать, что то, как лошадь будет выступать, какие у нее будут результаты, определяется ее природными способностями. Это определяется генами, которые лошадь унаследовала своих родителей. И, тем не менее, мы можем это немножко менять, на это влиять тем, как мы тренируем лошадь, какое питание она получает, какой ветеринарный уход она получает. Потому что для того, чтобы полностью реализовать свой генетический потенциал и полностью реализовать свои возможности, нам необходимо обеспечить правильную диету для лошади, то есть обеспечить лошадь оптимальным балансом энергии, белков, волокон, жиров, витаминов и минералов. Следующий слайд, пожалуйста. Отлично. Что еще нам нужно принимать во внимание? Питание лошади – это и искусство, и наука. И очень важно, чтобы произошло некое такое слияние искусства и науки правильного питания лошади. Очень важно быть практичным, использовать наши глаза, наше зрение и наше чувство лошади. Программа питания лошади должна соответствовать состоянию тела лошади и также тому, что требуется от лошади в плане результатов. И, конечно, питание должно подходить к темпераменту лошади. В то же время мы должны полагаться на какие-то научные изыскания и принимать во внимание, что мы можем изменять программы питания. Все это – гибкий процесс. И сегодня я затрону следующую тему – какие ключевые пищевые элементы требуются лошади и как искать их и как выбирать правильный корм для нашей лошади. Следующий слайд, пожалуйста. Что касается спортивных лошадей, то все наездники обычно хотят контролировать энергию своей лошади. Если вы новичок, то вам, наверное, захочется, чтобы лошадь ваша, чтобы у нее не был слишком большой напор, чтобы у нее был умеренный уровень энергии. Но если вы занимаетесь конкуром, тогда наоборот. Вы, скорее всего, захотите, чтобы лошадь была максимально энергичной. И для того, чтобы лошадь смогла реализовать свой генетический потенциал, необходимо убедиться в том, что диета лошади соответствует тому, что, опять же, от нее требуется в плане энергии и калорий. Современные комплексные корма разработаны с учетом всех необходимых пищевых элементов и энергии, с учетом веса лошади, того, что от нее потребуется и так далее. И также при этом принимается во внимание пищевая ценность фуража. Примерно рассчитывается, сколько энергии дает фураж, и на основании этого рассчитывается, сколько энергии должна давать лошади подкормка. Все это способствует сбалансированной диете. До того, как мы начнем смотреть на то, чем питается наша лошадь, давайте посмотрим, прежде всего, в каком состоянии находится лошадь. Количество питательных веществ, которые требуются лошади, будет зависеть от веса лошади и ее состояния. Вес сам по себе не очень будет для нас полезен. Нам необходимо оценить именно физический статус лошади. Мы должны понять, у лошади избыточный вес, недостаток веса, нормальный вес. И после этого мы соответствующим образом адаптируем нашу программу питания. И мы принимаем решение по тому, нужно ли лошади больше калорий, меньше калорий. И еще раз смотрим на то, что мы будем требовать от нашей лошади. Полезно использовать измерительные ленты, весы, но не забывайте использовать визуальные методы. Используйте ваши глаза, используйте ваше прикосновение, чтобы оценить состояние лошади. На что еще мы должны смотреть? Что перед нами? Жир или мышцы? Очень важно разграничивать жировую ткань и мышечную ткань при оценке лошади. И когда мы принимаем решение о том, чем кормить лошадь. И необходимо добавить калорий или наоборот, чтобы лошадь не прибавляла веса. Например, вы можете просто провести рукой по линии ребер лошади от плеча и вы таким образом вы будете чувствовать ребра, и вы сможете почувствовать, есть ли у лошади избыточный жир, может быть, в области плеча или в области хвоста. Также нам необходимо оценивать мышцы. У мышцы должна быть правильная линия, которая обеспечивается по соответствующим мышечным тонусам. Почему это важно? До того, как мы посмотрим, чем мы кормим лошадь, нам нужно оценить состояние лошади. Необходимо делать это регулярно, чтобы максимально адаптировать программу питания. И все классы лошадей отличаются друг от друга. Это зависит от возраста, от нагрузки, от породы. Может быть, у вас лошадь для выездки, может быть, лошадь, где нужно делать фокус на выносливости. Все это необходимо принимать во внимание. Мы знаем, что если у лошади слишком много жира, то это может уменьшить, сократить ее результаты. Также это будет приводить к избыточному потению при физической деятельности. И также избыточный вес может приводить к проблемам с уставами, с подвижностью лошади, к дыхательным проблемам и проблемам кровообращения. Если же, наоборот, лошадь слишком худая, то у нее совершенно нет запасов. Она очень быстро истощает свои запасы энергии, быстрее устает. И недостаток мышечной ткани может иметь долгосрочный негативный эффект на связке. То есть лошадь с недостаточным весом, у нее больше риск травм. Когда мы смотрим, когда мы анализируем диету, что еще нам нужно знать? Нам необходимо знать общий уровень здоровья лошади. Есть ли у них какие-то болезни, может быть, язвы. Может быть, проблемы с мышцами, ламинид. Все эти проблемы со здоровьем могут повлиять на наш выбор питания. Сколько лет лошади? Это молодая лошадь, зрелая лошадь? У молодых лошадей больше потребность в белках и в аминокислотах, чтобы поддерживать структуру мышечной ткани. Какой темперамент у лошади? Может быть, это по характеру расслабленная лошадь или более норовистая лошадь? Мы это тоже принимаем во внимание. И какую нагрузку получает лошадь? Может быть, лошадь проходит какую-то программу лечения и так далее. Например, если лошадь не получает достаточно питания, то не очень правильно требовать от нее больших результатов. Опять же, нужно также помнить о том, где мы находимся сейчас и чего мы хотим достичь. И адаптировать питание соответствующим образом. Дальше. Пищевая ценность фуража и кормов. Мы увидели, что обычно у людей недостаточно знаний по питательной ценности фуража или силоса. Или же, если лошадь находится на подножном корму. Часто люди основывают свои знания на каких-то стереотипных моментах. Очень важно принимать во внимание, сколько корма дается лошади в зависимости от того, сколько она ест фуража и какой фураж она ест. Потому что суть в том, что мы дополняем фураж какими-то кормовыми добавками. Лошадь постоянно ест, постоянно жует. Это напрямую связано с ферментацией и с другими процессами в организме лошади. Неважно, какие пищевые добавки мы даем лошади. Все равно это именно дополнение к фуражу. Корм – это дополнение к фуражу. Всегда. Если вашей лошади необходимо похудеть, то нам необходимо давать лошади примерно 1,5% от ее веса в качестве волокон. Для того, чтобы пищеварительная система работала хорошо. Не забывайте, что у лошади есть психологическая и физиологическая потребность в жевании. Она производит слюну в процессе жевания, и это помогает производить элементы, которые нейтрализуют кислоту в желудке. При этом, если лошадь не получает достаточно волокон, то это может повлечь за собой язвы, колиты, проблемы с дыханием и даже проблемы с характером лошади, какие-то дурные привычки и апатичное общее состояние лошади. Часто, когда лошадь живет в конюшне и почти не выходит на свежий воздух, то тоже это чревато проблемами с апатией лошади. Итак, как же нам принимать решение по тому, какие питательные вещества мы должны давать своей лошади дополнительно? Конечно, прежде всего мы мыслим в отношении энергии. Мы хотим, чтобы наша лошадь была энергичной. И источники энергии преимущественно – это волокна, это структурные углеводы, также это злаки, растворимые углеводы. Они хорошо абсорбируются и хорошо подвергаются пищеварению. И также это масла и жиры в диете. Но также есть и другие способы дать лошади энергию. И часто мы стремимся к тому, чтобы обеспечить лошадь комбинацией этих источников энергии. Это может быть очень полезно для лошади, потому что в зависимости от того, какую работу они выполняют, иногда им необходима энергия быстрого высвобождения, энергия более медленного высвобождения. И все это будет определяться дистанцией, которую должна пройти лошадь, интенсивностью, скоростью и общими условиями работы или соревнований. Какая именно энергия вам нужна? Какой тип энергии? Большое содержание крахмала в диете, например, с помощью злаков. Итак, крахмал легко переваривается, легко абсорбируется. И это дает, так сказать, быструю энергию. То есть это энергия быстрого высвобождения. С другой стороны, волокна и жиры, их нужно переваривать в течение более долгого времени. Нужна больше работа бактерий и так далее для этого. И больше работы требуется от пищеварительной системы. Поэтому мы относимся к такой энергии, как к энергии медленного высвобождения. Мы называем ее энергией медленного высвобождения. Это злаки, которые подверглись какой-то пищевой обработке. И нужно также быть внимательными в выборе крахмала. Крахмал может быть разного качества. Не забывайте, что энергия и калории – это то же самое. Если лошадь получает калории, то есть энергию, и никак не может эту энергию высвобождать, это неизбежно приведет к увеличению веса. И когда мы определяем диету, еще раз необходимо определить, что вы ищете. Может быть, лошадь, допустим, вы ее готовите для конкура, и ей нужно быстро освобождение энергии. Если же вы хотите, чтобы у вашей лошади было больше выносливости, тогда ей требуется другой вид энергии. И тогда вы будете искать источники энергии, опять же, с более медленным высвобождением. Сегодня мы видим такую тенденцию, что люди в диету включают минимум крахмала и минимум сахара. Это хорошо, потому что таким образом мы даем лошади больше волокон и так далее. Но крахмал – это не полностью плохое, так сказать, явление. И что еще можно здесь сказать? Крахмал и сахар требуются для того, чтобы обеспечивать запасы гликогена в мышцах и печени лошади. И как раз эти запасы используются, когда лошадь работает. И мы знаем, что лошади, которые едят только фураж, у них истощенные запасы гликогена до и после нагрузки. Все это корма для спортивных лошадей. Перед вами на слайде. И, в общем-то, эти корма могут быть между собой очень похожими. Это что-то в районе 2 мегаджоулей на килограмм веса. Но у них у всех могут быть разные уровни масел и других питательных веществ. Может быть, например, уровень крахмала. Можем разделять эти корма по уровню крахмала. Меньше 10%, от 10 до 22, 22-36. И иногда, может быть, даже уровень крахмала больше 45%. Когда вы выбираете корм для своей спортивной лошади, тогда внимательно оценивайте характеристики. И что именно вы ищете, что именно вы хотите найти в том или ином корме. Что еще нужно принимать во внимание? Хотя энергия – это очень важный фактор, тем не менее, необходимо, чтобы у лошади была сбалансированная диета. То есть, чтобы она получала достаточно белков, витаминов и минералов. Белки – это основные элементы жизни. И правильный, достаточный объем белков крайне важен, потому что незаменимые аминокислоты организм получает именно через белок. Такие как лизин и метионин. И все это очень важно для развития и функционирования мышечной ткани. Также белок играет важную роль в образовании структуры тканей, в функциях и так далее. То есть, еще раз, именно белок обеспечивает организм аминокислотами. Обычно в рационе для спортивной лошади вы ищете ингредиенты, такие как соя, люцерна и другие. Все это очень высококачественный белок и обеспечивает лошадь необходимыми аминокислотами. Мы знаем, что когда диета недостаточно, то лошадь может иметь недостаточно мощи, силы, и она становится несколько угловатой. Мы должны этого избегать. Витамины и минералы – это самый дорогой элемент корма. Но их важность в рационе лошади нельзя переоценить. Витамины и минералы принимают участие во всех функциях обмена веществ, в мышечной функции, иммунном ответе, формировании костей, хрящей, гормонах, ферментах и так далее. И, конечно, витамины и минералы всегда включены в формуляции, в смеси для того, чтобы отвечать на пищевые требования лошади. Витамины Е, С, селен также являются важными антиоксидантами и тоже входят в состав качественных кормов. Есть процесс, который называется образование хилатных комплексов, то есть связывание с другими молекулами. И некоторые микроэлементы защищаются этим механизмом, что позволяет организму абсорбировать и использовать витамины и минералы более легко. И хилатные комплексы образуют часто медь, цинк, марганец. Медь, например, очень важна для образования гемоглобина, который переносит кислород в крови. И, таким образом, медь играет важную роль в мобилизации и использовании железа. Что касается цинка и марганца, то это тоже очень важные компоненты ферментов, и они играют важную роль в метаболизме углеводов и жиров. Таким образом, даже если лошадь получает достаточно энергии, достаточно углеводов, тем не менее без необходимого количества микроэлементов вся эта энергия не будет использоваться сполна. И часто мы видим, что в конце сезона лошадь выглядит несколько анемично, она устала. Это, возможно, связано с недостатком меди. Потому что именно медь, как мы помним, играет роль в мобилизации железа. И в этом случае необходимо обратить внимание не на какие-то краткосрочные, быстрые решения, а на долгосрочное включение меди в рацион лошади. Следующее. Минералы. Мы годами анализировали разные виды фуража. И мы знаем, что сам по себе фураж не обеспечивает все потребности лошади в минералах. И не всегда больше означает лучше. Здесь важно не количество потребляемой пищи, например, фуража, а ее качество. Следующее. Какие-то добавки. То, что мы называем усилители пищеварения, пробиотики, пребиотики. Они помогают стимулировать бактерии в кишечнике лошади, чтобы волокна переваривались более эффективно. Что касается дрожжевых культур, то необходимо использовать штаммы, которые были обязательно протестированы и которые являются безопасными. Здесь мы также говорим про бета-глюканы, про экстракт виноградной косточки и так далее. Все это очень полезно, если лошадь склонна к язвам. Также это могут быть какие-то травы, антоциды, элементы для суставов. Всегда нужно смотреть на свою лошадь и смотреть, какие у нее конкретно проблемы. Например, если у нее проблемы с суставами, то необходимо выбирать соответствующий элемент, дополнительный элемент. Для того, чтобы обеспечить максимальную экономическую выгоду и чтобы действие этой добавки было максимально целевым. Конечно, добавки – это хорошо, но всегда нужно думать о том, когда именно, в какой момент и для чего нужны добавки. Еще раз, важно понимать, что именно мы ищем. Нам нужен корм с низким, средним или высоким содержанием крахмала. И это можно оценить двумя способами. Либо оценить нынешнюю диету, нынешнюю программу питания лошади и посмотреть, соответствует ли эта программа требованиям. Либо, если у вас уже есть анализ фуража, тогда можно сделать индивидуальную программу питания, где будет определено, нужно будет использовать меньше или больше того или иного элемента, в зависимости от фуража, который ест лошадь. Не нужно забывать про какие-то клинические моменты. Здесь тоже все должно быть адаптировано к нагрузке лошади. Может быть, использовать добавку с витаминами, с минералами для обеспечения именно витаминно-минерального баланса. Либо вам нужно увеличить потребление калорий для того, чтобы увеличить уровень энергии и так далее. И всегда помните о том, сколько волокон ест, потребляет лошадь, и есть ли у него какие-то медицинские проблемы. Например, язвы. Темперамент. Про это тоже нужно не забывать. Обычно горячие головы, так сказать, им больше подходит диета с низким содержанием крахмала. Язвы. Желудочные язвы. Нужно поставить, конечно, диагноз профессиональный. В любом случае, если вы видите, что у лошади очень сильный темперамент, или лошадь, наоборот, в плохом настроении, если ей не нравится, что на нее накладываю седло, если она выглядит апатично, возможно, это как раз является знаками язвообразования в лошади. И лечение язвы, конечно, может помочь решить проблему. И также проблему может решить низкое содержание крахмала в диете и большое количество волокон. Лучше всего кормить лошадь маленькими порциями, но более часто. Не забывать про пребиотики и пробиотики. Люцерна, например, за 30 минут до работы лошади создает природный, натуральный буфер, который защищает эпителий. То есть это такой природный буфер, и об этом тоже нужно помнить для защиты своей лошади. Также, конечно, если у лошади язва, то используются и медикаменты. И иногда используются медикаменты для профилактики язва во время периода соревнования. По мере того, как лошадь будет становиться все сильнее и сильнее, и по мере того, как будет увеличиваться объем работы, конечно, будут изменяться и пищевые требования лошади. И не только в отношении энергии, но и в отношении белков для того, чтобы формировать мышечную ткань. И также будет необходимость в витаминах и минералах для правильного метаболизма. Нужно быть гибкими, нужно всегда быть готовыми изменить диету в случае изменения образа жизни лошади. Если, например, лошадь легко возбудима, у нее очень большой уровень энергии, тогда, может быть, есть смысл использовать корм с низким содержанием калорий, энергии и добавить больше масел. Если у вас, например, другая проблема, нужно, чтобы лошадь была в хорошем состоянии, но вы не можете кормить ее больше, чем 2 раза в день, тогда можно добавить масло в существующий рацион и добавить именно чистые масла в рацион, либо использовать гранулированные добавки, такие, как, например, продукт Outshine, содержащий омега-3 и 6. Также можно рассмотреть применение каких-то добавок для улучшения пищеварения, чтобы лошадь лучше усваивала волокна, или, например, использовать суперволокна, как мы их называем, например, свеклу, траву или измельченную люцерну. И не нужно также забывать о стрессе во время соревнований. Некоторые лошади справляются с таким стрессом очень хорошо, но некоторые от этого страдают. И это может приводить к стрессу, дегидратации, проблемы с кишечником, язвами. Или лошадь, например, может потерять аппетит, или стать привередливой в отношении питания. Если лошадь привередничает во время, например, периода соревнований, то, может быть, в этом случае нужно использовать более концентрированный корм. И когда лошадь отказывается есть свой основной корм, то, как минимум, мы можем обеспечить лошадь микроэлементами для обеспечения какого-то приемлемого уровня. Не забывайте, опять же, о различных источниках волокон, которые могут стимулировать аппетит. Стимулировать аппетит также может витамин В. И можно также добавить в диету, например, морковь, яблоки, черную смородину, яблочный сок, мяту, чеснок. И пусть у лошади будут приемы пищи в стиле фуршета, то есть частые приемы пищи маленького объема. Как нам получить максимум от корма? Нужно помнить о лучших практиках питания. Во-первых, необходимо, чтобы размер приема пищи был управляемым, то есть не больше, чем 0,4-0,5 кг на 100 кг веса лошади, потому что иначе это слишком большая нагрузка на пищеварительную систему. И в случае правильного использования усваиваться еда лучше, кормить лошадь лучше помалу и более часто, чтобы у лошади было большое количество фуража. И если вы хотите какие-то изменения внедрять, то делайте это постепенно. И очень важно также помнить про водно-электролитный баланс. Как выбрать хороший правильный бренд? Прежде всего нужно, чтобы компания имела все необходимые аккредитации и следовала коду пищевой безопасности. Например, наша компания имеет аккредитацию универсальной схемы обеспечения качества кормов. Мы следим за тем, чтобы в наших продуктах не было запрещенных субстанций природного происхождения. Я не буду здесь вдаваться в слишком много подробностей. Кейт будет с вами об этом говорить. Она будет говорить об аккредитации в Средненном Королевстве и по всему миру. Но когда вы принимаете участие в соревнованиях, очень важно, конечно, это принимать во внимание. И Кейт еще раз, конечно, вам расскажет больше об этом. Помните, что не все корма одинаковы. Какая у нас цель? Правильная диета, правильный продукт, правильное количество корма и правильные причины использования тех или иных добавок. Потому что хорошее питание – это равно здоровой лошади, которая может полностью реализовать свой генетический потенциал. Это делает нас счастливыми владельцами и может обеспечить вам повторные продажи, если вы работаете в области продаж. Большое спасибо, Кейт. И теперь слово вам. Большое спасибо. И большое спасибо за то, что пригласили нас. Меня зовут Кейт. И я в компании NAV являюсь главным нутриционистом. И мы занимаемся кормами. И Лис уже много сказал на эту тему. Но сегодняшняя тема моего выступления – это чистый спорт для конного спорта. И как защитить вас и вашу лошадь от запрещенных субстанций природного происхождения. Я больше 20 лет уже работаю в этой индустрии. И я занимаюсь консультированием людей, простых владельцев, лошадей и даже членов Олимпийской команды по конному спорту Великобритании. То есть работаю со всеми категориями клиентов. Итак, во-первых, что такое запрещенные субстанции природного происхождения? Мы будем говорить о них подробно. И мы будем говорить о том, как выбирать правильные продукты и как важно применять лучшие практики. Как во время соревнований, так и в конюшне. Давайте начнем со следующего. Что же такое чистый спорт? Мы понимаем, чего мы хотим достичь при режиме, который мы называем чистый спорт. Чистый спорт связан с принципами, которые применимы ко всем видам спорта. Это программа антидопинга, актуальная для всех видов спорта, чтобы были у всех одинаковые условия соревнования. И Всемирное агентство антидопинга обеспечивает применение этих стандартов. И в конном спорте, еще раз хочу подчеркнуть, применяются те же самые принципы. У кода, кодекса чистого спорта есть различные параметры. Это, конечно, соответствие этому кодексу, что очень важно, чтобы все соревновались так, как они должны соревноваться. Это также образование, обучение, чтобы все участники понимали, что происходит и к чему нужно стремиться. Наука и медицина также важны. И это область, которая находится в постоянном развитии. И удивительно, что сейчас, например, можно определить мельчайшее содержание запрещенных веществ. Очень здесь также важна мировая глобальная координация, чтобы одинаковый подход использовался всеми. И очень важно общаться и проводить коммуникацию с атлетами, чтобы атлеты, чтобы спортсмены понимали, опять же, к чему мы стремимся. Что такое чистый спорт по определению Федерации конного спорта? Как мы применяем общие принципы чистого спорта к конному спорту? Чистый спорт Федерации конного спорта использует базовые принципы Всемирного агентства антидопинга и применяет их к конному спорту. Федерация конного спорта применяет принципы и к лошадям, и к людям. Хотя сегодня мы будем говорить в основном о наших лошадях. Опять же, цель здесь, чтобы были справедливые, честные условия соревнования для всех. И я думаю, что это даже еще более важно для лошадей, чем для людей. Потому что здесь также нужно помнить о благосостоянии, о здоровье лошадей. Лошадь не может сказать нам, больно ей, например, или, может быть, она не в настроении соревноваться. Все это она нам сообщить не может. И поэтому нам важно, чтобы наша лошадь получала хорошее питание, и чтобы она не страдала от каких-то проблем. И это еще одна причина, почему мы не должны кормить лошадью тем, что может привести к проблемам. И обеспечить, чтобы лошадь всегда соревновалась на пике своих возможностей. Еще раз, благосостояние лошади, здоровье лошади. Это очень важно. Очень много информации можно получить онлайн, много информации в открытом доступе. Если вы хотите больше узнать об этом, то я вас призываю зайти на сайт Федерации конного спорта и прочитать больше. Итак, что происходит, когда тест ваш получил позитивный, положительный результат? Делается сначала A-тест, допустим, результат позитивный, потом тест B проводится. Если он тоже положительный, то жюри, комиссия решает, что делать. Что, если тест положительный? Во-первых, потерян результат. Во-вторых, потеряна медаль, если она была. Человек может получить ограничение участвовать в соревнованиях. И, конечно, это может иметь большой удар. То есть репутация может тоже получить большой удар. Мы знаем, что многие зависят в плане своего благосостояния от участия в соревнованиях. Есть люди, которые продают спортивных лошадей, и для них это источник зарабатывания денег. То есть они полностью зависят от этого в своем профессиональном пути. И, соответственно, если репутация их пострадает, то это может поставить крест, в принципе, на их профессиональной карьере. И я видела статью в газете, и мне она очень понравилась, потому что она очень хорошо отражает проблему. Статья называлась так. Как Мария Шарапова проиграла в своем деле по допингу, несмотря на то, что она выиграла. Мария Шарапова является топ игроком в теннис. Но, тем не менее, когда разразился допинговый скандал, несмотря на то, что она выиграла, она не смогла вернуться к прежнему своему, к прежней ситуации, потому что все это имеет негативный эффект в плане репутации. Как же нам защитить себя от запрещенных субстанций природного происхождения? И как вы, как наездники, можете себя защитить при соревнованиях? Прежде всего, мы выбираем хорошие, правильные корма, правильные продукты. И мы придерживаемся политики чистого спорта в конюшне. Прежде всего, давайте посмотрим на аудиты качества кормов. И мы вас призываем к тому, чтобы вы проводили такой некий аудит. На некоторых продуктах есть ярлык, лейбл ISO, соответствие стандартам ISO. И с этого неплохо начать. Но, к сожалению, все равно лейбл ISO говорит вам о последовательности производства. То есть, этот лейбл говорит о том, что компания производит продукт последовательно. То есть, нет больших отклонений. Но, тем не менее, этот лейбл вам не будет говорить о качестве этого продукта. И о том, подходит ли этот продукт для лошади. Дальше. UFAS, то есть, универсальная схема обеспечения качества кормов. Это уже подходит нам больше. Эта система признана в Европе. В Европе мы полагаемся на эти стандарты. И иногда мы применяем какие-то стандарты к нашей человеческой еде, к нашим человеческим продуктам питания. И, в общем-то, в этом смысле здесь используются похожие принципы в отношении питания для лошадей. И, используя маркировку UFAS, можно гарантировать, что происходило с этим кормом в течение всего процесса производства этого корма. UFAS очень хорошо известен в Европе, но здесь есть небольшая проблема. На глобальном уровне эти стандарты не настолько известны и приняты. Поэтому давайте посмотрим на самую нижнюю строчку. Это GMP, то есть, лучшие практики производства, плюс FSA. Эти стандарты признаются и в Европе, и по всему миру. И здесь мы видим полное применение принципов отслеживаемости. Например, где выращивались те или иные травы и так далее. Иногда корма очень имеют сложную структуру, очень сложный состав. Иногда, например, травы закупаются в Китае или в Индии или в любом другом уголке мира. И если мы можем отслеживать происхождение продуктов, то мы можем иметь гораздо больше информации о качестве продуктов. Например, мы удостоверились в том, что у продукта достаточное качество. В этом случае нам нужно проверить, есть ли в этом продукте запрещенные субстанции. И для этого нам нужно прочитать этикетку. Кажется, у Кейт проблемы с интернетом. Например, посмотрим на глюкозамин в базе данных. Глюкозамин используется в продуктах для суставов, для здоровья суставов. И вы видите, что мы вбили глюкозамин и не нашли никаких результатов. Что это значит? Что это не запрещенный продукт, и вы можете его использовать для питания спортивных лошадей. Хочу привести пример чего-то, что нам не подойдет. Например, валериана. Это трава, абсолютно легальная, безопасная. И часто она используется в кормах для лошадей в качестве успокаивающего средства. Но это не значит, что это может использоваться в соревнованиях и что это является разрешенным продуктом. Нет, наоборот. Это валериана считается транквилизатором, седативным средством. Поэтому валериана является запрещенной субстанцией на соревнованиях. Очень важно все это понимать. Очень важно понимать, что ингредиенты, которые мы можем использовать в широкой практике, могут не подходить в плане соревнований. Даже если они в целом безопасны и легальны для применения. Когда вы, возможно, должны будете пройти тест? В общем-то, на любом соревновании. И любой наездник может пройти проверку. Не обязательно это какое-то крупное соревнование. Не обязательно наездника заранее предупреждают. Представитель Федерации конного спорта может прийти, приехать на любое соревнование без предварительного предупреждения и провести серию тестов. И проверить как наездника, так и лошадь на допинг. Кто же отвечает за это в этом случае? И ответ очень простой. Это всегда наездник. Наездник, даже если лошадь не их, даже если это лошадь, за которой они не ухаживают каждый день, все равно отвечает всегда наездник. Есть исключения в отношении молодых наездников, юниоров, тех, кому меньше 16 лет. В этом случае отвечают их родители или их опекуны. Но общее правило такое, что всегда ответственен наездник. Но при этом важно понимать, что также отвечать может команда. Если у вас положительный тест на допинг, и вы перед жюри Федерации конного спорта, то, возможно, попросят также поговорить с вашим ветеринаром, с вашим тренером, с вашим менеджером, всеми, кто участвует в работе с лошадью. Они все могут подвергнуться опросу со стороны Федерации конного спорта. Итак, что такое запрещенные субстанции природного происхождения Британской ассоциации конной торговли? Это кодекс, это определенный аудит, по которому оцениваются вещества. Это дополнительный аудит качества, в дополнение к тому, о чем мы уже говорили. И в этом случае у компании должна быть аккредитация UFAS, то есть универсальной схемы, о которой мы говорили, или GMP, лучших практик производства. И этот кодекс позволяет, что система полностью отслеживаема, и таким образом удается обеспечить еще более высокий уровень качества продукции. Здесь очень высокие требования к производству, к качеству, и, конечно, здесь проводится очень обширное тестирование, проверка. Мы проверяем сырье, когда оно приходит на завод, и мы также проверяем конечные продукты в конце производственного цикла. То есть это действительно очень широкая программа тестирования для того, чтобы искать запрещенные субстанции. Мы должны понимать, помнить, что в основном положительные результаты на допинг, они получаются не из-за того, что человек специально хотел применять допинг. Обычно это результат какого-то случайного заражения. И поэтому это все необходимо очень серьезно отслеживать. Что же мы ищем? Я не буду сегодня говорить о них всех, потому что это довольно большой список. Просто приведу несколько примеров. Например, кофеин – это чай, кофе, тиабрамин – шоколад, морфин – опиумный мак, гордынин – из пророщенного ячменя. Все это очень распространенные, запрещенные вещества. И с 2016 года это также дьявольский коготь, африканское растение. То есть все эти вещества не подходят для соревнований. И мы бы вам порекомендовали скорее к ним относиться как к медикаментам. И действительно сделать так, чтобы они никак не смешивались с обычным питанием. Что это значит? Больше никаких кофе-пауз на корму-кухне. И нужно помнить всегда о своей ответственности в этом плане. Всегда ищите логотип бета-НОПС, то есть запрещенные субстанции Британской Ассоциации на упаковках, на ярлыках. Иногда это отражается на упаковках, на ярлыках. Вот, например, как это может выглядеть. Было проведено большое исследование. Вот такой вот логотип. Вот так он примерно выглядит. НОПС бета. Запрещенные субстанции по аудиту Британской Ассоциации иконной торговли. Итак, еще раз необходимо, чтобы продукция соответствовала требованиям чистого спорта. И чтобы был очень качественный аудит в этом плане. Давайте теперь посмотрим немного на политику чистого спорта. Что мы рекомендуем нашим наездникам? Использовать только корма и добавки с лейблом бета-НОПС, то есть отсутствие запрещенных субстанций. Всегда смотрите, что написано на ярлыке. Будьте очень аккуратны в отношении ложных обещаний. Мы член политики бета-НОПС. И, например, мы никогда не предлагаем гарантию, если мы в чем-то не уверены. Если кто-то вам говорит полная гарантия отсутствия запрещенных субстанций или что-то вроде 100% безопасных для соревнований, никогда не верьте таким обещаниям. Потому что мы сами всегда очень в этом плане осторожны. Для вас это должен быть как звоночек. Потому что 100% гарантия – это опасно. Может быть, компания, которая предлагает такие продукты, может быть, она не понимает риски случайного заражения. А мы эти риски понимаем. Всегда возможно какое-то случайное заражение. Всегда проверяйте подстилку лошади. Очень важно, чтобы подстилка была соответствующей. Постоянно какие-то субстанции добавляются в список запрещенных. И используйте лучшие практики в конюшне. И на следующих нескольких слайдах я вам расскажу о том, что мы имеем в виду под лучшими практиками. Что касается конюшни, то обязательно все посетители и весь персонал должны понимать о рисках, понимать риски. Необходимо, чтобы все понимали политику чистого спорта и важность чистого спорта. Что это значит? Нужно мыть руки или использовать одноразовые перчатки, проводить регулярную дезинфекцию. Мы за последние 12 месяцев последние, конечно, все привыкли к дезинфекции постоянной, к перчаткам. Но не нужно забывать об этом, конечно, в конюшне никогда. И, к сожалению, я говорю к сожалению, потому что, конечно, жаль, но нам нужно быть очень бдительными на соревнованиях. Мы не считаем, что люди специально будут, например, какой-то вред причинять, но очень много случайностей. Были случаи, один-два, но очень серьезные случаи, когда из-за какого-то просто случая, какой-то просто неприятный, неудачный случай привел к положительному тесту на допинг. Поэтому необходим постоянный мониторинг лошадей на соревнованиях и чтобы люди, которые никак не связаны с уходом за лошадью, чтобы у них не было вообще доступа к этой лошади. К сожалению, мы не можем позволять посетителям вступать в контакт с лошадью, если мы не можем этот процесс контролировать. Лучшие практики в конюшне в отношении кормов. Итак, не есть, не пить рядом с кормом лошади. То есть корм – это важный компонент успеха на соревнованиях. Нельзя есть и пить рядом с кормом лошади. Используйте чистые ведра и мешалки. Конечно, это в любом случае является лучшей практикой, но также это связано и с чистым спортом. «Никогда не давайте человеческую еду лошади». И это включает в себя и какие-то угощения. Иногда у нас спрашивают, например, какая-то мята, какие-то леденцы. Например, можно ли их давать спортивным лошадям? И мой ответ очень простой. Я не знаю, потому что я не производила сама эти леденцы. Я не являюсь производителем. И я уверена, что производители леденцов мятных для людей, они ни в коем случае не принимают во внимание требования к соревнованиям лошадей. Поэтому обо всем этом нужно помнить. Конечно, я не говорю про яблоки, морковь, но будьте очень внимательны в отношении сложных угощений. И обязательно введите записи. Это становится все более и более важным аспектом, потому что Федерация Конного Спорта все больше и больше понимает риски случайного заражения. И сейчас они требуют от наездников следующее. Если наездник может показать процедуру due diligence, то есть процедуру добросовестного следования всем правилам, если наездник может доказать, что он делал правильный выбор в отношении кормов, то в любом случае, скорее всего, жюри вынесет вам какое-то более мягкое наказание. Будет больше на вашей стороне, и, скорее всего, у вас будут не такие серьезные проблемы с Федерацией Конного Спорта. Например, может быть, вы не получите слишком длительное, слишком серьезное отстранение от соревнований, но это может иметь место только если вы очень внимательно ведете записи. Что касается лекарств, медикаментов, все медикаменты должны храниться отдельно и безопасно, в идеале под замком. Проверяйте время выведения лекарств из организма с ветеринаром, и мы вам рекомендуем не полностью полагаться на время выведения лекарств, потому что это очень индивидуально. Это зависит от индивидуальной лошади и от ее метаболизма. Если ваш ветеринар говорит, что, например, время выведения лекарства, например, 48 часов, то это не всегда означает, что через 60 часов ваша лошадь сможет принимать участие в соревнованиях. То есть принимайте этого внимания, но не полагайтесь на эту информацию на 100%. Еще раз, введите записи по всему приему медикаментов, какая лошадь принимает что. Используйте, например, отдельные ведра и мешалки для лошадей, которые принимают медикаменты. Например, какие-то цветные ведра, ведра другого цвета, если лошадь принимает медикаменты. Это уменьшает риск заражения и уменьшает риск того, что лошадь получит неподходящее ей питание, что может, конечно, опять же, привести к положительному тесту на допинг. Также мы всегда рекомендуем не использовать медикаменты домашнего производства, так же, как и угощения домашнего производства. Например, какие-то, опять же, добавки, какие-то коктейли, которые делаются дома. Нет, мы не можем идти на такие риски на соревнованиях. Медикаменты домашнего производства не смогут пройти аудит по качеству. Поэтому вы не можете точно знать все об ингредиентах. И, возможно, вы не знаете достаточно об ингредиентах. Вы не знаете достаточно об их химических свойствах. И вы, может быть, просто дадите лошаде что-то, что будет в итоге являться запрещенной субстанцией. Поэтому, пожалуйста, избегайте использования таких средств домашнего производства, как для приема внутрь, так и для внешнего использования. И помните о биобезопасности. Когда лошадь только-только пришла, приехала на конюшню, обеспечьте условия биобезопасности. Итак, NAV. У нас аккредитация Beta-Nops, то есть запрещенные вещества Британской ассоциации. Мы стремимся к тому, чтобы обучать всех наездников. И еще раз, конечно, сегодня для меня большая привилегия эти знания вынести за пределы Соединенного Королевства и с вами поделиться этой информацией. И также наша компания NAV выпускает журналы для ведения кормов и добавок, для ведения записей, то есть какая лошадь, что получает и так далее. Я надеюсь, что эта презентация была для вас полезна. И надеюсь, что я вам немножко смогла рассказать про чистый спорт и про добавки, про подкормки. И я снова передаю слово Кате. И сейчас, я думаю, у нас будет сессия ответов и вопросов. Вопросов и ответов. Большое спасибо, Кейт. Сейчас у нас время для вопросов и ответов. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы в чате, и я буду их просто зачитывать вслух. Если же у вас сейчас нет вопросов, но вы думаете, что они могут появиться позже, то в этом случае, я думаю, Лиз и Кейт смогут ответить на них по электронной почте. Да, конечно. Кажется, вопросов у нас нет. Что, конечно, странно. Обычно у нас много вопросов. Последнее напоминание, если у вас вопросы, последняя возможность задать вопрос. Тогда остается только сказать спасибо. Мы поделились с вами всей информацией, но мы еще загрузим это видео на наш YouTube-канал. Будет презентация с переводом. Так, у нас появился вопрос. Максимальное количество масла в день на одну лошадь. Если мы смотрим на диету в общем, например, это сено и какие-то добавки, то в идеале это не больше, чем 10% от всей диеты, чтобы не было большой нагрузки на кишечник. Но в то же время это может быть до 15% концентрата. Потому что иногда, когда слишком много масла принимает лошадь, то это, конечно, может привести к проблемам с кишечником. И хотела бы еще добавить, если у вас в диете много масла, то важно помнить о том, что здесь нужно обеспечивать баланс с помощью антиоксидантов. И мы обычно советуем следующее. 1 мл масла на 1 мл масла 1 единица витамина А. Вот такая пропорция. Спасибо. Я также свои контакты сейчас вывела на экран. Поэтому, пожалуйста, следите за нами и посылайте нам свои вопросы. Так, еще один вопрос про масло. Возможно ли постоянно давать лошади масло? То есть без перерыва. Постоянно давать лошади масло? Да, я думаю, что о чем здесь нужно помнить, когда вы в диету включаете жиры и масла. Нужно помнить, что в отличие от людей, у лошади нет желчного пузыря. То есть лошадь постоянно производит желчь и ферменты для того, чтобы нейтрализовать жиры. Поэтому, когда мы адаптируем лошадь к диете с высоким снижением жиров, нужно, чтобы это было что-то долгосрочное. 4-5 недель нужно иногда ждать до того, как мы увидим какие-то результаты. Спасибо. Большое спасибо. Еще раз призываю вас задавать вопросы в последний раз. Ну что ж, спасибо, Лиз, спасибо, Кейт. Очень приятно было с вами пообщаться. Очень было интересно и для меня тоже. Спасибо. И я надеюсь, что в будущем мы сможем организовать нечто подобное и поговорить о развитии, может быть, этих продуктов. Большое спасибо за то, что нас пригласили. Спасибо, Катя. До свидания. До свидания.